И так вот, Григорий Ильич, Вы уже сказали, что можно либо специальный счёт дома организовать... Несоздание регионального фонда, Юрий Евгеньевич, это, понимаете, цель несоздания этого фонда. Цель формирования денежных средств, необходимых для капитального ремонта. Для этого есть два способа, как я уже сказал. Либо открывать свой специальный счёт, специальный счёт дома через создание юридического лица товарищества собственников жилья. И у этого товарищества собственников жилья открыть специальный счёт, на котором аккумулируются эти деньги. При этом, вот эти вот взносы на капитальный ремонт, они могут быть больше, чем установлено региональным регулятором. Но не могут быть меньше, чем это установлено региональным регулятором. А почему больше они? Больше это наша воля. Вот мы с вами хотим в золото одеть нашу крышу, и нам никто не может запретить этого сделать. Понятно. Да, поэтому мы решаем, что мы хотим лучше, чем тот минимум, который нам даёт норма права. И наша воля выше нормы права. Это называется диспозитивное регулирование. Если иное, не будет установлено общим собранием собственников этого дома. Это не императивное, оно диспозитивное. Вот. И дальше, да. Вот всё-таки хотелось бы понять. Вот вы говорите, что, допустим, есть дом, управляющая компания, да? Но собственники создают ещё ТСЖ, чтобы открыть... Для того, чтобы открыть специальный счёт. А через управляющую компанию нельзя? А управляющая компания будет сдавать в этот региональный фонд. Она не имеет права аккумулировать эти деньги. То есть теперь есть только два способа накопления денег на капитальный ремонт. Либо на специальном счёте собственников жилья, через создание товарищества собственников жилья, где оно ещё до сих пор не создано. А как я понимаю, зря. Потому что создание совета дома ни к чему не приводит. Можно с той же энергии, затраченной, создать уже юридическое лицо товарищества собственников жилья, со всеми признаками юридического лица. В частности, возможностью открыть специальный счёт. Либо в региональный фонд, положение о котором в нашем регионе, к великому сожалению, до сих пор нету. Вот я специально взял. Москва есть. Ленинград. Ленинградская область есть. А у нас нету. У нас ещё нету. Наши спят. И там появляется система защиты от дурака. Так бы я это назвал. Когда-то в армии у нас вот эта система в ракетной технике была, чтобы случайных пусков не было. Вот есть специальный защит. Значит, если в этом доме люди неактивные, то тогда за них все эти вопросы решает администрация города. Она инициирует собрание, да, и она принимает на себя вот все вот эти проблемы, связанные с накоплением денег на капитальный ремонт. Но мы с вами должны самое главное сказать, должна пройти квази-инвентаризация жилого фонда, как будто бы инвентаризация, в результате которой должны быть выявлены следующие категории домов. Первая категория – это те дома, которые нуждались в капитальном ремонте на начало приватизации. То есть до сих пор ещё действует 16-я статья закона о приватизации жилого фонда, в силу которой государство в лице муниципалитетов, потому что в советское время это всё было государственное, обязано было провести капитальный ремонт. И этот должок остался. Он никуда не делся. Значит, вот определить. И там, наверное, вот эти фонды будут давать большие субсидии на проведение капитального ремонта, и людям будет легче набрать деньги. То есть они будут участниками, и их деньги будут участвовать в капитальном ремонте, и деньги регионального фонда. Куда будут перетекать бюджетные средства из федерального бюджета и регионального бюджета. И на уровне региона вот это заканчивается. То есть оно в муниципалитеты не переходит. Муниципалитеты только будут участвовать в этих процессах, но фонды останавливаются на уровне региона. Дальше. Должны выявить дома, которые уже не надо ремонтировать. Они своё отжили, и это пустая трата денег, времени и средств. Значит, это очень плохая история. Выявление домов, которые подлежат сносу. Третья категория – это дома, которые находятся на землях, которые могут уйти для каких-то государственных нужд. И дома будут снесены. Даже не будучи ветхими домами, они могут быть снесены только потому, что эта земля нужна для государственных нужд. Вот это всё должно было быть завершено до 1 января 2013 года. Вот эти дома нуждаются в ремонте в первую очередь, это во вторую, это в третью и соответственный план. И тогда возникает понимание, какие работы нужно выполнить, сколько стоят эти работы, сколько денег нужно собрать, сколько могут собрать люди через минимальный взнос. А сейчас правительство установило минимальный взнос. Вот я его взял, я его могу сказать для нашего региона. Это на капитальный ремонт? Да, да. То есть минимальный взнос для нашего региона составляет, вот они, федеральные стандарты для Уральского федерального округа, для Свердловской области. Значит, на коммунальные нужды, минимальные расходы 85 рублей 30 копеек с квадратного метра, это на квадратный метр жилой площади квартиры. И взнос, да, 5 рублей 70 копеек. С квадратного метра, да? Да. Вот. Вот это называются федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации и в частности вот для Свердловской области. Но это, это цифры такие пока рекомендованные. Окончательные цифры возникают в регионе. Окончательная программа с конкретным указанием, адресная программа. Там адрес каждого дома. И я должен сказать, что это вписывается в те пояснения, которые я еще год тому назад давал. Жилищная инспекция обязана следить за подготовкой каждого дома к сезонной эксплуатации. То есть на каждом доме Российской Федерации должен быть свой инспектор жилищной инспекции, который точно знает. Вот у него есть, допустим, 100 домов. И он знает историю каждого своего дома. Поскольку он два раза в год готовит этот год к очередной сезонной эксплуатации. И он следит за тем, чтобы эксплуатирующая организация, управляющая организация выполнила весь комплекс работ, необходимых для поддержания общего имущества дома в нормальном состоянии, соответствующем законодательству и готовности дома к сезонной эксплуатации. И тогда, следуя из этой логики, ничего серьезного не произошло. Просто садится этот человек и по заданию руководства пишет, какие дома нуждаются в первую очередь. Он же два раза в году занимается этим домом. Ему не нужно затратить много усилий. Понятно. Но почему-то, и мы знаем почему, потому что никто ни черта не выполняет законодательство. Законодательство существует само по себе, а жизнь сама по себе. Это неправильно, так не должно быть. Мы не за это платим налоги. Понятно, Григорий Игоревич. Но вот все-таки самый главный вопрос, кто и как будет осуществлять контроль за расходами средств фонда? Люди. Если нет специального счета. Мои коллеги опросили сегодня горожан по этому поводу. Вот давайте посмотрим и послушаем. Только люди. Как предполагаю. Что говорят горожане? Здравствуйте, я Настя. И как обычно мы собираем мнение утерки. Деньги, которые вы сдаете на ремонт своего дома, могут пойти не по назначению. Распоряжаться ими будут чиновники. Именно они будут решать, ремонтировать ваш дом или какой-нибудь по соседству. Сегодня мы спросим у наших горожан, а как же они относятся к такой инициативе? Надо создавать какой-то совет дома. Не просто так, чтобы была инициативная группа какая-то, которая могла осуществлять эти... Потому что большинство людей совершенно не сведущие в этих вопросах. Люди, которые живут, они эти деньги хотят сейчас потратить. И на будущее они думают. Здесь двояки такая, две стороны. Безусловно, должны распоряжаться этими деньгами именно те люди, которые проживают в данном доме. Не просто собственники, как по закону у нас, по жилищному кодексу сейчас. Что у нас только собственники могут распоряжаться. Но и те люди, которые не собственники, но они там постоянно проживают. То есть муниципальные квартиры и так далее. То есть они должны самостоятельно определять. Должны распоряжаться, как коллектив дома, должен быть выбран совет. Если не они, пусть же управляющая компания, но контролировать уже совет дома. И согласовывать, по-моему, должны составлять какие-то планы на текущие ремонты, вот эти накап-ремонты. Люди сами должны распоряжаться финансами. Чиновники нас уже ободрали, как липок. Люди правильно понимают? Понятно. Все правильно ответили. Все правильно ответили. Евгений Викторович, а вот на Ваш взгляд, составляющие компании, как это все будет происходить? Можно как-то вот предположить? Ну, если позволите, маленькая предыстория, как все-таки это было. Основная задача была собственников раньше, это накопить те деньги, которые они хотят потратить на ремонт своего дома. То есть это мог пройти месяц, год, два, три, десятилетия. А может быть, когда-нибудь и накопились бы. Был вариант частного финансирования со стороны управляющей компании. Был вариант финансирования, ну, скажем, более прямо безвозмездного финансирования со стороны государства, согласно 185. Субсидирование. Это называется субсидирование. Субсидирование, но в любом случае жители внесли только 5%, а остальное... Это субсидии называется. Ну, в любом случае государство дало денег больше, чем накопили жители. Субсидии – это невозвратное деньги. А сейчас законодатель, по большому счёту, говорит о том, что денежные средства, недостающие, будут предоставлены в качестве займа. То есть их надо будет вернуть, получается, да? Получается, что их надо будет вернуть. То есть через те кредитные организации, в которых будут храниться данные денежные средства, а эти денежные средства от этих региональных фондов могут, ну, региональных и федерального, в том числе, фонда, могут храниться только в самых крупных банках, ну, у нас таких единицы. Соответственно, они, видимо, и будут финансировать данные работы, тот объём недостающий. И, конечно, в этом случае это всё будет контролироваться не только, я полностью согласен с собственниками, конечно, контролироваться, но и государство, в данном случае уже имея опыт с тем же 185-м федеральным законом, намеревается контролировать данный процесс самостоятельно, устанавливая как нормативы по стоимости этих работ на капитальный ремонт, так и объёмы финансирования. То есть, на мой взгляд... И круг подрядчиков. Ну, и круг подрядчиков, да, действительно. То есть, на мой взгляд, здесь контроль будет многоуровневый, начиная от самого фонда, то есть тех чиновников, как мы говорим, которые контролируют, или распоряжаются этими деньгами, кредитных организаций, которые дали этот займ, это их деньги, они за них достаточно серьёзно готовы спрашивать тех людей, которые получили эти деньги. Это, наконец, сами собственники. То есть, вот благодаря этой многоуровневости, я думаю, что контроль всё-таки будет. Ещё есть источники, которые вы не назвали. Это проценты от задолженности собственников помещений, да, эти проценты идут на капитальный ремонт. Это проценты от депозитов на специальных счетах, там же тоже проценты идут. Ну, должен быть депозит, да. Да, да, там тоже идут проценты. И в этом фонде региональном тоже идут проценты. Также идут на это те доходы, которые получает ТСЖ от сдачи в аренду каких-то помещений, общего имущества дома, каких-то земельных участков. То есть, закон на самом деле называет много источников. Но на что бы я обратил внимание? Люди должны интересоваться не куда делись деньги, а люди должны интересоваться результатом потраченных денег. Мы с вами много раз об этом говорили. То есть, мне наплевать, сколько у тебя было денег, кого ты нанимал. Вот я прошёл и увидел, что кровля как была неисправна, так и осталась. Отремонтируй кровлю. Не куда ты дел деньги, а отремонтируй кровлю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова